меня прислала травница кунхта что это духа не придать почему она сама не пришла почему она пристала какого-то мальчишку ты вообще в этом хочется не конечно давай послушайте выходить избавиться от духа если да то хватит приставать тупыми вопросами хорошо хорошо я постараюсь говорить так короче не мог не записать послали нас изгнать духа из мясной лавки что ли интересно думаю надо обязательно записать так хорошо хорошо я постараюсь говорить поменьше что именно происходит несколько ночей подряд не является дух усопшего и я не могу сомкнуть глаза я больше этого не вынес а чей это дух его зовут алоис у него была в свое хозяйство недалеко от ледичка несколько лет назад его дом сгорел вместе с ним я слышал что люди умершие такой ужасной смертью часто не могут обрести покой и дело в чем я ехал ну по своим делам и видел этот дом случайно зашел думал там ну схрончик какой-то если там раз нашел кое-какие шкварки какие-то остатки от дома короче которые помогут вы знание духа меня это заинтересовало и тут я забегаю по доп квестом так скажем к травнице она как раз об этой теме мне говори думал учеб не взять и как бы туда-сюда и вот оно пошло мы посмотрим чем это закончится и знание духов почему он приходит к вам откуда я знаю может потому что мы были соседями мы дружили с детства да ну да такой размер бамперов вполне возможно походу у него были какие-то планы на эти бампера бампера большие редкие как бы вот и так и не осуществился на своем фантазии мечту и вот и беспокоит а где похоронил для знания духа мне нужны цветы с его могилы он похоронен на сазавском кладбище у стены его могила немного заросла плющом я иногда прихожу туда в первый день после явления духа я помолилась на могиле но он все равно появился снова так ну как бы да видел бампера посмотри в профиль я тут еще таких не видел огромных бамперов был травница чушь и не взял этот самый че я не взял кстати вот я тут приоблачился так порядочком ноги только вечно грязные ничего это мы сейчас покупаем так так покупали нас но этого мало покупать покупали на полировать не на полировали так хочу на полировать уже у броника или у кузнеца ого два часа а он маги вот раньше часик тукамух нормально красава чё так по идее должно быть сохранение что посмотрим до сохранена ух ты прям тут все две было что их две у меня было понятно а это дело кстати ничего себе не пиздей там так и как бы все едем в скалицу блин а по дороге сюда заехать еще да вот сюда надо заехать по-любому поэтому едем сначала сюда много побочек начинаем брать интересный кстати не хуже сюжеток жидкий даже как по мне немного по прежнему хотя сейчас по сюжетками там подобное задание дали то есть надо как всегда проблема здоровыми с дороги надо расспросить половца и вот сейчас мы как раз этим будем заниматься посмотрим поможет ли мне потом еще раз этот чувак который узнает венгерский считаю половцы на венгерском обошляют гутарь и точнее так на нас могут напасть особенно на этой дороге же не раз это происходило тут причем собакой это вообще жизнь вот именно на этом повороте но предыдущий раз атаки а там шестером напали на меня дрался какие-то топориками своими со всех сторон окружили и даже панцир не помог смеркалась смеркалась так еще маки не забыть но с маками будет проблем нет думаю я их найду так нашу пацаны вот он дружище мой так бродяга можно начинать допрос прекрасно а то я уже заскучал то ну да сутки ждешь если чё девушки на было мотнуться потом итак начнем скажи ему что у него всего один шанс не попасть на виселицу скажи ему что я точно знаю что он где-то припрятал добычу забазарил смотри что он говорит кажется возражает скажи ему что если он будет упираться я рассержусь забазарил забазарил ругается что что он много рассказывает А венглубабки нужны? Сейчас сам промутится там. Ну что он говорит? Да ничего, ругается. Ах ты, сучка, да. Так, давай, да. Передай, что если он так ничего не скажет, я прямо здесь перережу ему глотку. По-моему, он мутит, что-то. А вот теперь он начал говорить, говорит, что залил монету в лесу, но описать место не может, но сможет туда тебя отвезти. По-моему, кто-то из них врет. Отлично, это у меня устроит. Так, кстати, бродяга сваливает. Так, ну да, с ним бесполезно разговаривать. А этот свал... А я хочу тебя спросить кое-чем, да, вайбратуха? Он сказал намного больше, чем ты перевел. Ты действительно мне все передал? Ну, на венгерском говорят иначе. Кое-что так запросто и не переведешь. Нам, переводчикам, всегда есть над чем поломать голову. Ебало довольны? Значит, ты не все перевел. Недословно. Ну, слушай, а что ты сполошился? Все просто. Он тебя туда отведет, а ты заберешь гроши. Да я понял, куда он меня отведет. Так. Давай вот это, наверное. Ну, как бы других вариантов нет. Хотя этот минус один дает. Ну ладно, да-да. Мне показалось, что он упомянул Ратая. Тебе прямо показалось. Он о нем не говорил. У него странное произношение. Преклятое произношение. С меня хватит. Я отведу половца врата и посмотрим, как он заговорит на дыбе. Там и переводчик нормальный найдется. И если я узнаю, что ты мне предал, ты пожалеешь. Ладно, ладно, тише. Да хорошо, я не все тебе рассказал. Ага, видишь? А я сразу понял. И что он сказал? Я слушаю. Он написал место, где спрятал гроши. В обмен на обещание, что я скажу тебе, что он тебя туда отведет. И куда он собирается меня отвезти? Не знаю, но вряд ли тебе там понравится. Ну и где гроши? Так, через реку напротив врата есть холм. Встань на холме лицом к городу. Рядом будет дорога. На дороге есть перекресток, возле сгоревшего дерева. Оттуда к воде ведет тропка. У воды справа есть полый пень. Там ты найдешь добычу. Что ж, вот теперь мы их прямо закончили. Проваливали. Уже вхожу. Все в порядке, брат. Молись, чтобы все так и казалось, если я тебя найду. Не волнуйся, не волнуйся. Мне настолько глупо, чтобы врать тебе дважды. Надеюсь, нет. Бывай, пока. Так. Так, а кто из них, с кем я базарил? Неужели с тобой? Я хотел разогнать насчет пол-опца. Спрашивай. Как вам удалось его поймать? Не то, чтобы я вас сомневаюсь, но он ведь был вооружен. Да, было ему крупно, не повезло. С утра я пошел за водой и увидел на переправе верхового. Но посреди брода лошадь взбесилась и сбросила его. Я вытащил его на берег. И понял, что это половец. Хорошо, что он ударился головой и был словно мертвый. Ну, я и втащил его в сарай. Так, и что вы собираетесь с ним делать? А мне почему бывает? Мельник велел его охранять. У него и спрашивают, что будет. Так, ладно, прошу мельника. Интересно. Интересно, блять, блять. Интересно, где мельник? Тут все на месте, кроме мельника. Мельник, а тебя, как бы, гроши уже не интересуют, что ли? Темнеет так-то, блять. Да темно бы хотелось бы все это дело провернуть. Так, чужая территория, понятно. Тут вот так вот, да, зайдешь, куда не надо, и все. Слушай, ну, в натуре. Мельник-то где? Так, давай, ладно, посмотрим. Нужно рассказать мельнику, только мельника нет. Так, ну, тут недалеко уже осталось до Сужицы. Сазавы. Сазавы, да, мне в Сазаве надо тоже по заданию. Найди могилу, вот. И секрет стали. Это все, как бы, все в одном. Кроме трудности перевода, но мельника на месте нет. Поэтому сюда надо утром приходить. Он спит, походе. Ага, я вот с тем разговаривал, давай с этим. Он, скорее всего, да, он тоже самое. Буду говорить. Так, шо, валим отсюда, валим. Зажигаем факел и валим. Так. А, вот и стемнело. Все, все спят. Так. Найди могилу Алоиса. А, о, ну, это можно сделать, кстати. Вот тут у них где-то, вот он, типа храм. Они, конечно, ругаться будут, что тут по их двору шарюсь ночью. Но их это не должно волновать. Так. Как же нам могилу-то найти Алоиса? Ну, спрашивать, наверное, кого-то. А, я нашел ее. Теперь нужно нарвать цветов. А сколько? Сколько цветов-то? Один, один цветок. И еще семь маков нам будет нарвать. На маке мы найдем. О, да, к ней бы ночью попасть, но, блин, маке, маке, наверное. А тут маке и днем, днем искать надо маке. В принципе, там не страшно. Надо будет ночью прийти. Проспимся, придем ночью. Сейчас, наверное, поедем, поспим. Кузнец, скорее всего, не работает. А к нам еще к кузнецу. Так. Ладно, погнали. А вдруг он не спит? Новый конь у меня побыстрее теперь. Оп. Ну, конечно же, не спит. Вот ему больше нечем заниматься. Да. Лайк, спит. Так, надо кусти еще счастливы проверить. Ну-ка, 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 ну-ка. Кто тут самый крутой игрок? Я думаю, что он будет полезен, Риттер. Я бы хотел верфелить. Луста на это? Да, он слабенький, не он. Не с ним. Вот с этим матерым игроком будем играть. Я бы хотел верфелить. Я бы хотел верфелить. Я бы хотел верфелить. Вон она, соточку. Да, он любит играть. Так, ну, смотрим. Значит так, есть у нас четыре вот таких счастливых костей. Первая из трех демонических оральных костей. Вот я не знаю, что они дают. Берем вот эти счастливые. И, наверное, Джокера еще. Но, правда. Ой-ой-ой-ой. А это что такое? Счастливая оральная кость. Это счастливая оральная кость. А это счастливая оральная кость. Но очень счастливая. Так, ладно. Так, ну. Записываем семьсот очков пока на себя. На, четыре тысячи надо. Он бурчит прикольно. Не бурчи. Так. Опять семьсот записываем. Давай, профи, давай. А, двоечки. Вот у него обычно... Я у него забрал хорошие кости. Стырил, точнее. Тут вообще ни у кого теперь нет нормальных костей. Все у меня. Так, это штука. О, это даже не штука. Это больше. Это штука 300, наверное. Да. Продолжаем. Так. О, о, хорошо. Так, шесть, шесть. Шестьсот. И проверим сейчас левую кость. Как она работает. Это две. Итого три-четыре. Снова проверим. А ну-ка. Давай, счастливая. Давай. Не настолько она уж и счастливая, да, походу? Сюда. Сгорели маячки. Сюда. Сгорели маячки. Так. Тогда идем работать. Продолжим в следующей части. Продолжаем. Продолжение следует...